В Ульяновской области стал доброй традицией накануне Нового года отмечать победителей премии в области региональной историографии и литературного творчества «Шапка Мономаха». В торжественной церемонии вручения принял участие губернатор Сергей Морозов. Мы не устанавливаем о том, что мы не только родных талантов, но и один из самых действительно прославленных элитных регионов нашего замечательного государства. Очень здорово мне так кажется, что именно сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом, кто свое творчество, кто свои инициативы. Инициатором премии стало руководство регионального историко-краеведческого журнала «Мономах». Вот уже 25 лет издание выполняет благородную миссию познания своего отечества. Своими воспоминаниями, как создавался журнал, с нами поделился его первый редактор Вячеслав Николаевич Егоров. «Я работал тогда в администрации Ульяновской области, она так тогда называлась. И в моем ведении были вопросы, будем говорить, внутренней политики, в том числе и работы с населением и так далее. Ну и смысловое содержание какое-то просто необходимо было для того, чтобы люди понимали и лучше знали историю своего края, межличностные отношения. И мы посидели, подумали, и вот родилась идея издавать журнал. Назвать его мы решили «Мономах». За четверть века сформировался костяк краеведов, писателей, которые пишут для журнала «Мономах». Ведь самое главное для творческого человека – это самореализация. Это книги, изучение нашей истории, нашего прошлого. А наше прошлое богато. Симбирский край богат творческими людьми, талантами. И чем больше таких наград, тем больше будет стимулировать новые поколения творцов для создания новых произведений. Премия «Шапка Мономаха», поддержанная правительством Ульяновской области, ежегодно отмечает лучших людей нашего края. В этом году в номинации «За заслуги в области региональной историографии» премией отмечен Андрей Макеев, председатель историко-культурного фонда «Меликес». В номинации молодому автору за лучшую публикацию года, за изучение истории Симбирского Ульяновского края, популяризацию региональной истории премию получил Андрей Шафиров, пресс-секретарь фонда модернизации ЖКХ Ульяновской области. По решению конкурсного жюри «Гран-при Шапка Мономаха» губернатор вручил писателю, главному редактору журнала «Мономах» с 2000 по 2016 годы Ольге Георгиевне Шейпак. «В чем секрет такого уникального издания, как журнал «Мономах»? Секрет, видимо, в названии. Владимир Мономах сформулировал давным-давно главные постулаты нашей жизни. Крепка семья, крепко государство». Кроме того, были подведены итоги 8-го областного профессионального конкурса «Библиотекарь года», в котором приняли участие 20 библиотечных работников. Компетентное жюри определило победителей в трех номинациях. Лучшим сельским библиотекарем признана Наталья Горбачева, библиотекарь Комаровской сельской библиотеки из Новоспасского района. Лучшим методистом-библиографом стала Наиля Аризкина, заведующая отделом Центральной библиотеки имени Языкова Корсунского района. И лучшим молодым библиотекарем названа главная библиотека Большиногаткинская и Центральной районной библиотеки имени Пушкина Целенинского района. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Уллправда ТВ.